На днях я выложила на канал новую посылку. Если вам будет интересно, в каком состоянии пришли куколки, в том числе Торали, Страйп и Дьюз Гаргон, то ссылку на видео я оставлю в описании. А также подписывайтесь на мои социальные сети, ссылки будут в комментариях. Всем привет! С вами я, Алиса. Кто смотрел третью часть для тех, вот вышло как раз-таки долгожданное видео, где я распаковываю посылку, которую и обещала. Хотя 10 тысяч лайков не набралось, но так как я вас всех очень люблю, то снимаю это видео. В этой огромнейшей посылке, она больше, чем я размером, в этой посылке я спрала кукол, достаточно дешевых, которых вообще нигде сейчас не найдешь. То есть они являются таким раритетом. Пришли они специально для магазина Белевикс Ком, а некоторые экземпляры я оставлю к себе в коллекцию. Что ж, она содержит в себе много сюрпризов, давайте ее скорее открывать! Стоит отметить, что посылки упакованы не так, как из Америки, поскольку, когда посылки приходят из Америки, им все-таки нужно пересечь океан, а тут все с этим намного проще. Даже если коробка откроется, как бы это никого не волнует, такое ощущение. Никто все равно не возьмет этот товар. Ну, это, конечно, странно, но это факт. Поскольку вот всего лишь пару раз скотчем тут проехали, и все, вся упаковка. Что ж, ты-ды-ды-ды-дин! Я застряла. Итак, я уже вижу, что находится внутри. Я не знаю, с чего начать, но первое, что мне реально попалось, Что мне находится просто ближе Это вот такая вот косметичка Наверное Хотя выглядит как сумка, но скорее всего Тут находилась раньше косметика А сейчас просто пустая коробочка Которая была даже не завернута в баблы Тут есть фотография Флинкештейн, где ее рука просто Оторвана Такой чемоданчик я не видела, но я уверена Он будет смотреться очень клево Поставлю его назад, надеюсь вы увидите его А также наборчик Ever After High И тут уже джеверли бокс для Рэйвен Куин Он понравится каждый Такой же наборчик есть еще из Apple White Так что напишите в комментарии вообще Какой вам персонаж нравится больше всего Apple White или же Рэйвен Куин Так, вот я уже вижу баблы Перейдем к еще одной сумочке Которую я тут вижу Ух ты Вот такой вот еще один чемоданчик И стоит отметить, что это конечно покруче Чем вот такая вот картонная косметичка Поскольку это реально вот Настоящая вещица Сумка Ее можно вот так вот повесить на плечо Положить туда нужные вещички И собраться куда-нибудь в поход Ну в поход я конечно согнула Но на какую-нибудь вечеринку Собрать туда самые нужные тебе вещи И вуаля Вот таким вот образом сумка открывается Как обычный чемодан Очень вместительная А тут внутри есть даже зеркало Та-та-тан И наконец-то куклы Все-таки видео уже про куклы Давайте посмотрим И первый пацан Уху! Открыл он нашу сегодняшнюю посылку Это Фениган Уэйк И он качок Куда уж мне до него Он является не инвалидом Как может показаться На самом деле у него просто рыбий хвост Который не позволяет ему перемещаться по суше Очень хорошая задумка у Монстр Хай Многие фанаты проголосовали Именно за этого персонажа И вот компания Мотел Выпустила Фенигана Уэйка Следующая кукла И это совсем не Монстр Хай И не Эвер Автор Поэтому у меня просто сейчас Разгораются глаза В переносном смысле Потому что это эксклюзив Такой эксклюзив Что вообще ужас Эта девчонка прибыла Прям вот реально С родины Это кукла Винкс Ооо Ооо У нее какие приятные волосы И плащ Айси Боже мой У нее полная комплектация Потому что я вижу ее первый образ А в набор к ней прилагалось Целых два аутфита И кучу-кучу-кучу аксессуаров Ооо обалденское Какие у нее приятные волосы Завитушки вообще Ох Какая же клевая детализация Жаль что у нее шарниров нет в руках и ногах Тем не менее Они гнутся достаточно так хорошо Давайте посмотрим еще что прилагается в набор Мои видео на ютюбе начались вообще с Винкс Поэтому для меня это вообще особые теплые воспоминания Так мило Напишите в комментарии Если вам будет интересно посмотреть обзор на эту девчонку Я надеюсь вы не будете меня закидывать помидорами Потому что это Винкс Я считаю что у каждого свои интересы И их надо уважать Давайте с вами уберем ненужные баблы Поскольку они реально сейчас мешаются Если честно другие куклы не обернуты Никаким образом Лежат тебе и лежат И следующий наборчик Это уже скутер Гулии Помню я как-то года два Наверное назад ходила В Макси Тойз Этот набор реально был То есть он продавался свободно И лежал долго-долго на прилавках магазина Сейчас же ты заходишь и понимаешь что всё Ассортимент пропал Ни набора Ни кукол Всё The end Финит или комедия Сейчас будут сразу три куколки Это наборчик черлидеров Кошечки и Пурсифона Мелодия А также главная их заводила Это Торолей Страйп Это эксклюзивы Тойз Эйроса И в Тойз Эйросе В 2013 году они реально лежали Сейчас тоже не найдёшь У всех кукол хорошая печать глаз и ничего не смазано. Обалдеть, сколько там кукол! Я не знаю, с чего начать, потому что у меня разбегаются глаза. Но, пожалуй, перейдем к базовой Raven Queen. И это первая волна Raven Queen, что особо радует. Брови у нее не градиентовые, а печать глаз обалденская. Просто красотка, ну что еще сказать. И серьги, и украшения на руке, и сумка, буклет, и расческа. В общем, весь состав, что только можно было набрать. Давайте с вами еще одну игрушку достанем, но на этот раз из другой коллекции... Getting Fairest Madeleine Hatter. Не американская версия, а европейская, потому что написано все на разных языках. Вроде бы кукла с достаточно такой нормальной печатью, как шарниры у нее движутся, это я сказать не могу. Чтобы Madeleine Hatter не было скучно одной на пешаной вечеринке, пришла еще одна девчонка... Но на этот раз... Apple White! О, какая у нее клевая печать! И локон так красиво завид. Красотка! И ничем особо не отличается от фотографий на задней стороне коробки. Еще одна куколка из коллекции Getting Fairest на видение красоты. Так, кто же это будет? Prior Beauty или Raven Queen? Raven Queen! У нее так же, как и у других девчонок, нет никаких проблем. Ох, обалденски! Если вы задумаетесь о приобретении этих куколок, то во Франции вы их не найдете. А вот в России, в магазине Belvix.com, эти куколки ждут всех. Так, давайте с вами перейдем к Monster High, поскольку им тоже надо уделять время, понятное дело. Та-та-та-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-т Она выходила вместе с Фрэнкерстейн первой волны, а потом уже выпустили Гуля Йеллвс и Эппи Боминейбл. Обалденская задняя часть, я просто от нее взлетаю на седьмое небо. Важно, что в этой коллекции куклам прилагаются еще такие некие питомцы сладенькие. У Дракулауры в данном случае летающая мышка. Это реально классно, поскольку, как я знаю, многие предпочитают кукол с питомцами. И вот как раз таки это тот случай. Ну а теперь отстанем с вами Эверяшку. Итак, это двойной набор, который реально просто самый желанный в линейке кукол Эвер Афтер Хай на 2017 год. Базовый наборчик с Эшлин Эллой и Хантер Хансманом. Кстати, Эшлин Элла еще выпускалась и в отдельной коробке, без Хантера. И у нее, значит, там упрощены некоторые детальки. Тут она в идеальнейшем состоянии. Жаль, что Хантера не перевыпускали, а было бы прикольно. Ну, да ведь? Следующая кукла в этой посылке это уже кошечка. Все мы любим кошечек. Ну, наверное, все. На этот раз это Катрина Виал из коллекции Глум энд Блум. Она не американская версия, потому что тут нет надписи на логотипе. Тем не менее, у нее хорошая печать глаз. Как для коллекционера кукол Монстер Хайда и вообще любого бренда, для меня это достаточно важно. Эта девчонка является моей самой любимой в коллекции Монстер Хайда. А какие у вас самые любимые куклы? Пишите в комментарии. Ребят, я вас не хочу загружать лишней информацией, поскольку кукол тут еще много. И я не хочу, чтобы видео растягивалось вообще так. Чтобы шквал инфы навалился сразу вот в одночасье на вас. Так что, если вы хотите узнать, что находится еще в коробке, то обязательно смотрите вторую часть видео. Ссылку на нее я оставлю в описании. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик и ставьте лайк, если вам понравилось видео. Be cool and crazy! Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok